Работает, слышно хорошо, да? Отлично. В общем, сегодня буду вам рассказывать про такое мероприятие, как Гараж 48. И сразу, забегая вперед, скажу, что это не конференция, а что-то особенное. И, в общем-то, это будет связано со стартапами. До того, как я углублюсь уже непосредственно в описание вот этого, я все-таки представлюсь, я первый раз выступаю, и поэтому представиться было бы логично. Зовут меня Дмитрий Жучков, и, в общем-то, я такой же программист, как и большинство из вас здесь. Работаю я в компании Semantec и пишу на таких языках, как C++ под кучу платформ и на C-Sharp под .NET. Это мое основное место работы, а в свободное от работы время у меня есть, я поддерживаю два небольших семейных бизнеса, один из них продажа детского спортивного оборудования через интернет на территории Эстонии и Финляндии, а также информационный веб-сайт о продуктах питания и товарах первой необходимости, которые можно купить в наших магазинах. Последние два проекта бегут у меня на Ruby on Rails, и поэтому с веб-девелопментом тоже знаком не понаслышке. Гараж. Я уже сказал, что это будет про стартапы. Для того, чтобы мы были так на одной волне, я все-таки определю, что такое стартап. В общем-то, стартап – это когда у вас есть идея, и вы пытаетесь сделать из нее какой-то продукт для того, чтобы потом получить прибыль. Вот как раз эта стадия развития компании может считаться стартапом. Логичный вопрос, как бы, при чем тут гараж, стартапы – гараж. А есть умысел в этом. Дело в том, что вообще стартапы, такое движение стартапов, оно пошло из Калифорнии. И ребята там, наши коллеги, почему-то все самые хорошие проекты и вообще вещи делали именно в гаражах. Для того, чтобы напомнить именно, как это было, я сделал такой небольшой конкурс. У меня даже есть призы с собой. Будет очень все просто. Я показываю фотографию гаража. Вы угадываете, какая большая компания была основана и вышла из этого гаража. Это, кстати, гугл. Так, ладно. Готовы? Готовы? Поехали. Спасибо. Ну, еще вариант. И инкал. Нет, не знаю. А можно дверь открыть. Нет. Ну, еще варианты есть какие-то? Apple не подойдет. Нет, ну я скажу, когда подойдет. Не, не подошел. Apple тоже не подошел. И Apple не подошел, да? Правильно. Отлично. Хилл Паккард. Именно. Вот. Выходите сюда, у меня есть подарок. Это, в общем-то, универсальный дебаггер для всего, чего только возможно. Очень полезная вещь. Да. Можно дебажить на низком уровне, если махать. До самых печатных плат дебажить все можно. Ну, вот они как бы отсюда начали. Ладно. Хорошо. Это был только первый. У меня еще два есть. Следующий. Apple. Apple. Ну, ладно. Ну, что же. Давай, Антон. Так. Есть второй подарок. Есть второй подарок. Нет, это для первого будет место. Все. А тоже делаем. Да. Этим также можно, что еще можно делать. Я думаю, что можно обороняться. Ну, в том числе. Начинаем же с программистами. Ну, и остается последний. Последний гараж. Google. Ну, а почему все такие неактивные, а только первый ряд? Ну, это как бы очевидно. В том числе компания Google, она тоже вышла, как ни странно, но из гаража. Ну, в общем, это такая универсальная, это хороший очень такой аргумент. При любых переговорах с компаньонами, с какими-нибудь, и тогда бери всегда с собой. Вот. И, в общем-то, вы видите, что ничего для того, чтобы сделать стартап, особо не нужно. Просто нужно парочка людей, какой-то гараж, и все, что нужно, это собраться, прекратить уже рассуждать о том, как мы это будем делать, а просто начать работать. Как ребята, основатели всех этих компаний, в общем-то, и сделали. И гараж 48 организаторы, они специально выбрали следующий формат мероприятия для того, чтобы вот как бы немного воссоздать эту атмосферу. Для этого формат был такой. 100 человек собираются вместе, в одном месте, и презентуют порядка 30 идей. Идеи разные, там, все что угодно. И после этого они делятся на команды, и в течение 48 часов они делают 15 готовых проектов, которые потенциально могут пойти заказчику. Вот. Звучит, ну, достаточно фантастично, может, кому-то, но тем не менее. Тогда рассказываю, как это было в этот раз, когда я участвовал. В этот раз гараж проходил в Хельсинки, было это месяц назад, где-то 14-16 января. Но какие-то действия, на самом деле, для гаража, они уже начинаются заранее. И, в частности, за месяц где-то открывается регистрация. Вы заходите на сайт, регистрируйтесь примерно так же, как вы в DevClub делали в этот раз. Но в DevClub бесплатная регистрация, а там все-таки платная. Плата составляет примерно 20 евро, по-моему. И туда входит чисто плата за участие. Да, там питание есть на месте, так что это все тоже входит в плату. Закуски, напитки, которые на месте будут. И, в общем-то, вам остается только зарегистрироваться и ждать потом. Примерно за две недели до начала начинается обсуждение идей. Но обсуждение, оно онлайновое обычно. То есть в Фейсбуке открывается группа, и народ начинает туда накидывать свои идеи, которые они хотели бы реализовать. Можно и не накидывать, а презентовать ее уже непосредственно на самом мероприятии. Но советуют именно закинуть туда идею, если вы ее будете презентовать. Потому что тогда она получит большую видимость. Люди посмотрят на нее уже, осмыслят, как ее можно реализовать. И когда вы с ней придете уже на гараж, люди уже будут знать о ней. Ну и в какой-то день наступает пятница в 17.30, когда все, соответственно, начинают собираться в одном месте для того, чтобы сделать этот гараж. В этот раз все проходило при университете Альто в Финляндии. В его здании, которое в кампусе находится, которое символично называется, также гараж, в общем-то. На самом деле это не гараж, а цех. Ну, в общем-то, тоже похоже. Примерно такого размера, 700 квадратных метров, в середине такая есть большая площадка для выступлений. И вот по краю видно, там поделено все на сектора, где можно взять, уединиться и работать продуктивно. Так вот, как раз в этом месте и собрались 100 человек, и после этого, как они все расселись, в общем-то, каждый имеет право выйти и презентовать как-то свою идею. Просто выходите, берете микрофон и рассказываете всем, что вы хотите реализовать. Но, да, все проходит на английском, потому что мероприятие, оно интернациональное. В этот раз, например, были из Эстонии участники, из Латвии, из Финляндии, по-моему, с UK даже кто-то был. То есть, естественно, на английском проходит. И что еще хочется по поводу презентации сказать? Происходить оно будет в формате так называемой elevator pitch, или как по-русски презентация для лифта. Она такая достаточно специфичная, очень короткая. Она пошла именно, по-моему, концепция, что какие-то основатели стартапа просто приходили в большие коммерческие центры, садились в лифт, и пока лифт едет, они рассказывали всем пассажирам о том, какая крутая у них идея, и, в общем-то, таким образом искали партнера. Поэтому лифт едет быстро, у вас будет очень мало времени. В общем-то, будет 90 секунд на все, чтобы рассказать о своей идее. 90 секунд проходит мало, поэтому есть определенные рекомендации, как это лучше сделать. 10 секунд на то, чтобы исключительно представить себя и немного рассказать о своем бэкграунде. После этого описать проблему какую-то, которую вы хотите решить. На это уходит где-то порядка 30 секунд. После этого вы описываете в течение 30 секунд решения свое, и остается еще немножко времени, где-то 20 секунд, по-моему, да, и 30, не знаю, сколько там места, на то, чтобы описать, кто вам нужен, и что вы уже, например, имеете для реализации этой идеи, если у вас уже что-то есть, какой-то бэкграунд изготовки. После этого обычно идут пару вопросов из зала, и, в общем-то, все. Все ясно с вашей презентацией на данный момент получается. Я когда выслушал в таком потоке все 30 идей, в голове творилось примерно вот такое. Потому что там было все. Все, начиная от мобильного приложения для фотографирования неприличных надписей на заборах, заканчивая помощью благодворительным организациям Южной Африки. В общем, там все, что угодно было. Но это ничего страшного, потому что дальше начинается непосредственно голосование за какие-то идеи, которые можно реализовать. И там вам люди, которые их представляли, они объяснят, в общем-то, что это такое, если вы не поняли с первого раза. Каждый, кто презентовал идею, получает вот такой вот белый лист бумаги, где будет написана его идея, основные какие-то пункты. И начинается такое брожение девелоперов, дизайнеров, людей из маркетинга между этими листами. Они дополнительную информацию всякую спрашивают. И у каждого есть такой листочек. Вот тут видно. Да, голос. И видно, что вот здесь вот ребята уже проголосовали за ту идею. Всегда есть возможность оставить этот листочек и проголосовать за кого-то. Обычно все организаторы стоят, кто-то использует более такие активные методы продвижения своего проекта. И в итоге 15 проектов получают аппрувал на дальнейшую реализацию. Как это происходит? Происходит очень быстро, очень просто. В ходе вот этого хождения девелоперов каждый отдал голос за проект. И тогда 15 проектов, которые набрали больше всего голосов, они идут дальше. Остальные не проходят эту фазу отбора и остаются как бы нереализованными. Те люди, которые сразу же проголосовали за эту идею, они как бы само собой в команде. А остальные, они перераспределяются между командами, которые были сформированы и прошли дальше. Кем? В смысле кем? Второй этап вуза, типа они выбирают. Не, они, ну я на самом деле не был в такой ситуации, но я видел, что как бы команды распределились. После этого люди сказали, о, я могу вот это, это делать. Они сказали, да, давай, заходи к нам, ну, в общем-то принимаем свои ряды. У нас народы вначале приходят на участие, они же не у всех приглашают, чтобы был свой проект. У них только приходят просто приглашаются. Точно, да, именно. Вот, в результате у нас вот сформировалась команда из семи человек. И сразу познакомлю со всеми, кто здесь, кто. Слева, лево здесь, слева направо. В общем, это парень, он занимался маркетингом. И они из Финляндии, один парень из Тарту, он фотошопил у нас. Дальше идут три парня с Латвии с именами, заканчивающимися на «С». Янис, Валдис и Марис. Я подумал, что Линус Торвальдс, он тоже латышный, но не латыш, казалось бы. Дальше это я сижу. И в кадр не попали, но есть еще одна фотография. Да, они были тоже кодеры. Да, я был тоже кодер. Яг был, это он непосредственно представлял эту идею. И еще вот сидит человек, это был ментор, приквартированный к нам, Юрий, который предоставлял нам не услуги, а как там. Ну просто если вдруг что-то возникали проблемы, он там советом помогал. Обычно он более такой, насколько я понял, предприниматель, больше такой опытный. Поэтому организаторы за каждой командой вот такого вот закрепляют, что если что, он поможет. Вот, и в общем-то, чего, пятница, полодиннадцатого, отличное время начать работать. Что еще можно сказать? И как бы первым делом, что пришлось делать? Ну, все знают этот комикс, наверное, да? Небольшой. Израза, что хотел заказчик, и что мы ему пытались сделать. Там много, я выбрал, но все не поместились. Удивительно, тут мы были практически сами заказчиками, но при этом, когда мы начали обсуждать, что же мы хотим сделать, у нас у всех было разное понимание. И это очень тут важно, потому что 48 часов – это время очень такое, ну, короткое. Тут не будет время на ошибку какого-то. И мы где-то полчаса реально обговаривали, что же мы хотим сделать, и в итоге сошлись к какому-то одному мнению. Дальше, чтобы было понятно, я немного объясню, что мы хотели сделать. В общем, рассказываю, картина маслом. Вы в ресторане, садитесь, приходите в ресторан и ждете минут 10. О, вам принесли меню, отлично. Официант уходит, вы опять ждете минут 10. Официант понял, что вы уже ознакомились, наконец-то, подходит к вам, вы заказываете, опять ждете N минут. Принесли ваш заказ, вы его съели. После этого ждете еще 10 минут, пока официант заметит, что, а, вы закончили. Придет к вам, вы попросите счет, она уйдет за счетом, принесет его и оставит вам его. И уйдет опять на 10 минут. После этого вернется и посмотрит, а, вы хотели платить карточкой. Возьмет карточку и пойдет за терминалом. Ну, потом она вам, конечно, принесет карточку, и, в общем-то, все ваши приключения закончились на этом. Мы подумали, что как-то много вот этих ожиданий, 10 минут, и попробовали сделать такое решение. Вы приходите в ресторан. На столике есть QR-код. Вы достаете, ну, вы же, как бы, человек мобильный, у вас есть мобильный телефон. Вы достаете и сканируете его. После этого что делается? Открывается наше приложение, где, в общем-то, находится это самое меню, которое вы ждали бы 10 минут. Вы выбираете то, что вам нужно, нажимаете форму заказа, и ваш заказ уходит прямо на кухню, ну, на исполнение. Таким образом, это происходит... Ну, нет, у повара, естественно, есть какой-то терминал, где он это все видит, который тоже надо было... Ну, в общем, идея такая, достаточно простая, но, в общем-то, реализуемая за 48 часов. И первое, что с чего, как бы, начали, это, ну, как-то надо назвать это все дело. До простого дошло, там, ну, дотком, он очень сильно забит. Ну, к 12 мы разродились на такое вот название. И, в общем-то, дальше началось настройование, подъем серверов, и к часу, в общем-то, уже был сервак, и мы начали уже бэкэнд делать. Ну, сервак мы сначала думали взять хостинг, потом взяли на существующем проекте, ну, сервер, и в результате, ну, чтобы чисто времени тратить. Советуют люди подготовить уже какие-то такие хостинги для ваших проектов, если вы примерно знаете, на какой технологии вы будете это делать, чтобы на это не тратить время. Ну, там, к трем часам мы уже нарисовали какую-то стратовую страницу, и к четырем я уже подумал, что все, хватит, надо, и все остальные тоже хватит, надо пора закругляться, пойти поспать. С основным существуют варианты, либо если у вас есть знакомые, вы останавливаетесь у знакомых, либо организаторы предоставляют возможность остановиться, они говорят, где там дешевые гостиницы, где чего, и еще есть вариант просто взять с собой спальный мешок, матрасик и прямо там, в общем-то, заночевать. Я останавливался у знакомых, они, честно говоря, обидели... Не, они бы обиделись, если бы я у них не остановился, но они не ожидали, что я буду... Что я буду приходить, когда они уже спят, и уходить, когда они еще не проснулись. Поэтому 8 часов уже опять все работаем, ребята там начинают открывать всякие твиттеры, в фейсбуке пытаться народ привлекать, что типа, о, мы сейчас за 48 часов сделаем невероятно хорошее предложение. Мы долго не могли понять, так как это будет мобильное приложение, мы не знали, на чем будем его кодить. И, в общем-то, так получилось, что у нас мобильных девелоперов, чистых таких, не было в команде. Ну, в результате решили просто jQuery Mobile, так как с вебом все знакомы, вот, как раз на нем и сделали. Тут же сразу уже к 10 часам подошли какие-то моки, ну, уже можно тестировать на бумаге, в общем-то. Вот. И до того, как мы как бы сделали приложение, мы уже начали искать пользователей, ну, и, в общем-то, можно сказать, продавать. Ну, обзванивать, спрашивать какой-то фидбэк уже. Обычно в середине воскресенья, нет, это еще в субботу же еще, вот, в субботу, в середине субботу проходит также мотивационная речь. Кто-то выступает из таких, из матерых таких, да, типа, да, вот. Можно слушать, можно нет, это кому как хочется. Ну, на самом деле, очень хорошее такое время, чтобы немного расслабиться, потому что уже в таком ритме работаешь, ну, тяжело воспринимается информация. После этого мы сразу же начинаем резкую такую кампанию, везде размещаем QR-коды. Народ, так как пива не было, народ сразу просек, что, ну, цервеза, это, по-испански, да, пиво? Или как? Вот. Они сразу, о, отлично, и начинали сканировать, приходить, ну, нормально, в общем, весело получилось. Соответственно, к шести уже есть фидбэк от первых каких-то людей, с которыми удалось переговорить, и какая-то вырисовывается уже бизнес-модель. То есть, как мы будем деньги-то зарабатывать? Ну, дальше все пошло более-менее ровно, потому что там, ну, девелоперские были в основном работы, и, в общем, в пять часов уже тоже хватит, решили поспать. И с утра, в 10 утра уже были все на месте и фиксили баги. Последнее, что оставалось сделать, это было непосредственно платеж за заказ. Ну, вы заказали, вы употребили, после этого надо заплатить. Но мы начали делать, и, честно говоря, ну, не успели, уже мало времени оставалось, поэтому мы решили, не, делать не будем. Что важно оставалось, это именно подготовиться к демо. Потому что в конечном итоге надо будет демонстрировать этот продукт непосредственно жюри и всем, кто сидит. Вот. А кто у вас моками занимался? Моками? Парнишка, который вот именно дизайнер. Фотошопил. Он что-то рисовал тоже из бумажки? Не, он рисовал, на бумажке нарисовал, потом там занимается, кто что может делать, то и делает. В лучшем случае, если ты все умеешь делать, тогда на тебя ничего не лочится, ты просто берешь и начинаешь делать какую-то работу, просто подхватывая, что есть. Потому что там ждать такого, что вот ты сейчас закончишь свое задание, а я потом после тебя начну планировать чего-то, это просто невероятно. у нас кто этот скрум егет, да, сегодня? В общем, не знаю, может чем-то похоже на какую-то разновидность скрума такого уже, где просто выхватывается первое возможное задание любым человеком. Вот. И тогда, после подготовки к дему, наступил воскресенье 17.00, когда пора было его гнать. Особенность. Это был не гараж 48, это был гараж 47, потому что начался он в 6, а закончился в 5. Ну, в 17.30, да, все начали только приходить, в 6 официально начался. Вот. И случилось это потому, что уходил пароход там раньше, нужно было спешить всем и прочее. Обычно все-таки проходит 48 часов. По поводу демо. Демо проходит в формате 3 минуты. Что рекомендуют организаторы показать на демо? Ну, первым делом, конечно, работающий продукт, который успели сделать за 48 часов. Другим важным критерием это становится, конечно же, бизнес-модель, которая будет на основе этого строиться. То есть, как вы будете получать деньги из этого. Все приходят, там жеребьевка делается, и все по очереди просто гонят демо. После этого команда судей, в частности, кто были судьи в этот раз, они уединяются в какой-то одной комнатке и решают, кто достоин, кто не достоин, так скажем. Ну, они выстраивают на самом деле свой рейтинг. Видимо, у них есть какая-то система градация того, какая они оценивают всех. Одновременно запускается голосование. Голосование СМС среди всех участников, которые находятся внутри, в том числе можно начинать сразу на твиттере, всем фейсбук друзьям рассылать, что типа проголосуйте за нас, для того, чтобы выбрать непосредственно победителя зрительских симпатий. Ну, приз зрительских симпатий. Вот. И буквально через полчаса уже быстренько происходит награждение победителей. Все ликуют, все радостны, там, и так далее. В этот раз одержала победу команда, которая делала продукт, который они назвали Lab Lab. Смысл продукта в следующем. Это софт для гонщиков-любителей. Ребята поняли, что рынок не заполнен, и решили сделать небольшое веб-приложение, куда вы можете внести данные с GPS-приемника какого-то, и еще какую-то информацию с каких-то аналитических программ, которые снимают настройки автомобиля. После этого это как-то мачивалось между собой и позволяло проводить более тонкую настройку машины под какую-то или трассу, или нечто подобное. Вот. У них была достаточно нормальная реализация, и в том числе очень хорошая прозрачная бизнес-модель, ну, и судьи это оценили. При зрительских симпатий выиграла команда Montroller. У них были, конечно, проблемы с бизнес-моделью, потому что непонятно было, как они заработают деньги на этом. Но, в общем-то, публике очень понравилось. Смысл был в том, что они взяли обычный Lego Mindstorm, этот комплект, ну, с моторчиками там такой, прицепили туда мобильник один, Android, по-моему, и одновременно держали другой Android в руках. Ну, так вот примерно. И когда они его поворачивали так, так или вот так, вот тот робот с мобильником, он, соответственно, ехал вперед-назад, разворачивался там и прочее. А картинку он тоже показывал, да. Там, ну, он даже упал во время презентации со стола. Разбился, поэтому в конце он должен был сказать еще «I'll be back», но он разбился, поэтому не получилось. Вот. Ну и, как бы, мы заняли, соответственно, третье место. Тоже получили хороший фидбэк от судей. И интересно то, что мы сразу же в тот момент примерно узнали, что у нас будет один потенциальный кастомер, который будет пользоваться нашим продуктом. Вот. И это было тоже очень радостно для нас. В общем-то, вот так и закончился мой первый, это был мой первый гараж 48. Что я такого почерпнул из этого? Ну, во-первых, то, что это весело реально. Потому что весь вот этот вот раж, в котором ты принимаешь участие, он передается так и рекомендую, в общем, попробовать. И что еще? Ну, это так чисто практическая вещь. Еще я понял то, что презентовать мобильные аппликачки – это очень сложно. Потому что самое болезненное – это то, что мобильный экран просто не показательный, такой же проектор. Ну, там блики всякие. Вот ставили, а как-то не получается. Ну, ладно. Ну, вот это как бы нужно будет проработать вот к следующему разу. Вот. И, ну, наверное, надеюсь, вас интересует вопрос, как туда попасть, да? Ну, хорошо. Я очень на это надеюсь. Поэтому вот вам у меня две новости есть. Первая новость, конечно же, ну, как обычно полагается, плохая. То, что вы опоздали. Опоздали вы потому, что именно сегодня, сейчас, сколько времени сейчас уже? Наверное, уже презентуют идеи, как раз в Таллине проходит. Гараж 48. Но не расстраивайтесь, потому что будет еще. Это еще не последний был гараж. У вас есть возможность прийти, например, посмотреть в это воскресенье финальные демо. Посмотреть, что люди за 48 часов сделали. Следующий гараж будет 25-27-го находиться в Риге. Там еще, по-моему, осталось порядка 10-15 мест. И еще следующий, 11 апреля, пройдет в Таллине. На него еще не открыта регистрация. Поэтому вот адрес, Twitter username. Так что регистрируйтесь, ждите. Спасибо за внимание. Аплодисменты.